Причинами многих болезней у мурчан врачи считают неправильное питание и малоподвижный образ жизни. По данным Центра здоровья из 68 тысяч человек, которые прошли обследование, каждый второй имеет избыточную массу тела. У каждого пятого повышен уровень содержания сахара в крови. Татьяна Доская подробнее о принципе работы таких центров здоровья. Держи двумя руками, глазки закрываем и не шевелимся. Всего полчаса и в медицинской карте появляется полная картина о состоянии здоровья каждого пациента. В одном месте проверяют сердечную и дыхательную системы, состояние сосудов, воды и жира в организме. И это только начало списка. О том, что нужно сесть на диету Сергей Сычев понял, когда увидел показания на глюкометре. Две недели назад у меня был холестерин повышенный. И вот я поощусь, я православный человек, начался пост, я начал поститься. То есть я отказался от мясных и молочных продуктов. Овощи, фрукты, каши, орехи. Вот это мой рацион. И у меня холестерин, в общем-то, упал. Здесь не ставят диагноз. Пациентам лишь дают рекомендации, к какому врачу нужно обратиться. По статистике из-за работы на компьютере. У каждого четвертого из обратившихся проблемы со зрением. У каждого пятого повышен сахар в крови. У каждого третьего холестерин выше нормы. У нас лидирует избыточная масса тела среди факторов риска. Но в основном это касается, конечно, взрослых людей. И объяснить эту причину можно не только тем, что кушаем мы больше, но и тем, что очень мало двигается наше население. Всего в области четыре центра здоровья. Взрослых обследуют в Благовещенске и Свободном. Детей в Зее и Белогорске. Принимают всех, у кого есть медицинский полис, причем совершенно бесплатно. Обследование – это только первая ступень. Если необходимо, те, у кого, к примеру, болят зубы, посещают стоматолога. Проблемы с позвоночником, мышечной системой, лечебную физкультуру. Одно парень, если девушка пьет, курит, еще если много, это вообще, можно сказать, дегердирующая личность. Из всех обследованных, в принципе, процентов 10 лиц, которые желают бросить курить. Основная масса считает, что это очень модно, красиво. Дети и студенты, особенно средних учебных заведений, они считают, что это, так сказать, крик моды. И они становятся взрослыми, видя себя с сигаретой. Теаппаратура в Центры здоровья поступила по федеральной программе. Мобильность техники дает возможность медикам выезжать на обследование даже в самые отдаленные села области. В основном зимой врачи и медсестры сами приезжают в школы, детские сады и организации. В Белогорске для этого есть специальный автобус здоровья. Самые сложные условия Узейской бригады – детей из отдаленных сел. Им нужно обследовать до закрытия ледовой дороги. Уже в апреле сюда добраться им будет невозможно. Кстати, чтобы обследовать взрослых, достаточное желание самого пациента. Детей до 18 лет проверяют только с письменного разрешения родителей. Именно поэтому дети из неблагополучных и многодетных семей попадают уже в поле зрения социальных работников. Татьяна Тоскаева, Роман Юдаков, Сергей Битков. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».